Приветствую вас. Вы знаете, я бы сказал, что чтобы ответить вам на вопрос, на ваш, сначала нужно рассмотреть некоторые нюансы. Во-первых, на фотографии человек почти никогда не выглядит таким, как он есть. Ну, то есть, фотография всё-таки это то, что фиксирует изображение человека. Вот. А это то, что его, скажем так, ну, он застывший, как бы, в этот момент. Понимаете, какая история. И мне кажется, мне кажется, что вам нужно, в первую очередь, понять этот момент для себя. Что эта застывшесть, эта застывшесть, которая есть у человека, вот. Она вполне может искажать его образ, его образ ваш. Ну, то есть, его образ для вас, простите. Его образ для вас может откажаться. Это нужно учитывать, потому что, ну, человек может хотеть быть, допустим, в определённом образе, да. Человек может хотеть выглядеть определённым, под определённым углом и так далее, так далее, так далее. А в ответственности всё может быть совсем по-другому, не так, как есть на самом деле. Вот. Поэтому здесь вам, конечно же, лучше всё-таки с ним встретиться вживую и посмотреть, насколько это тот человек, которого вы себе представляете по фотографии. Дальше. Дальше. А, насчёт. Нет такого понятия, как, ну, как свой человек. Такого понятия нет. Люди, они могут быть, ну, люди могут подходить друг другу, люди могут друг другу не подходить по той или иной причине на своих видениях. Поэтому вам хочется, чтобы этот человек был вашим, ну, по, по ряду причин, которые, эм, которых мы, конечно, не знаем. Да, то есть, есть причина, по которой вам хочется, чтобы этот человек был вашим. Важно мне это, это импринтинг, да, то есть, есть такое понятие импринтинга, когда, ээ, какие-то, Внешние, визуальные элементы вызывают у человека, ну в данном случае у вас определенную реакцию, вот, импринтинг возникает фонтально и, соответственно, очень, очень, очень редко, когда получается его контролировать, очень редко, когда получается его отследить должным образом, ну вот, поэтому то, что у вас может быть именно он импринтинг, это вполне себе реально, ну вполне вероятно, так скажем. Вот, хотя, конечно, могут быть и другие, безусловно, причины, вот. То есть определите, с чего вам хочется, то есть почему вам так хочется, чтобы человек был вашим, именно вашим, зачем, для чего, какой целью, вот, что будет, если он будет вашим, что не будет, если он будет вашим, вот. То есть этот момент тоже нужно определить, в любом случае, в любом случае. Вот, надеюсь, что вы это поймете. Вот, ну и поскольку суммировать все выше изложено, выше изложено не так сложно, то я полагаю, что вы уже догадываетесь, каков будет мой ответ, что нельзя влюбиться в человека в фотографии, потому что на фотографии изображен не сам человек. Вот, еще можно влюбиться, в принципе, в видео, да, в видео можно влюбиться, но нельзя влюбиться в фотографии. Это невозможно. Но я верю в то, что вы действительно испытываете влюбленность, я верю вам, потому что вы вполне вероятно можете в чем-то нуждаться. Вот, вполне вероятно, что вы можете в чем-то нуждаться, и это что-то может быть достаточно серьезным. Например, вы хотите любви, например, вы хотите, там, ну, чего-то и ничего, внимание, ласка, забота, зла, защищенности, стабильности, поддержки, помощи, вот серьезно, что угодно вообще можно сделать. И я бы предложил проанализировать эти аспекты тоже, потому что они очень важны. вот, если вы, опять же, хотите, чтобы ситуация была максимально адекватной, да, то есть, чтобы не было такого, что вот что-то произошло, да, и, ну, и все, и вы начинали, что вам стало плохо, и так далее. Вот, надеюсь, что этот момент понятен. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите, в личку, я буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится наилучшим образом. То есть, надеюсь, что вы сделаете для себя выводы и не навредите себе. Ну, а если помощь понадобится, обращайтесь. Спасибо.